...получать налоговую льготу. Сейчас уже эти 106 соглашений подписаны, сейчас эти 106 резидентов, 106 субъектов предпринимательства сдают налоговую отчетность за прошлый год уже с пониженными расчетами. Мы с налоговой службой как бы совместно занимаемся и отследим. Мы хотим понять, результат чуть попозже почувствуют эти предприниматели, потому что, ну, после утверждения их отчетов. Эти 106 предприниматели могут рассчитывать на специальные меры поддержки, это компенсации стоимости электроэнергии. В прошлом году мы в рамках концепции обкатали этот инструмент субсидирования на заинстрой, так называемый, от льготной ставки для того, чтобы можно было строить промышленные парки, для того, чтобы можно было строить стали на территории промышленных парков. По субсидированию процентной ставки, ну и другие меры, которые будут предлагаться в будущем, может быть, это все будет наша фокус-группа. Работа по заключению соглашений продолжается и в этом году, но, в принципе, это непрерываемая работа. Вот эти 106 предпринимателей, подписав с нами соглашение, они максимум на 10 лет, вот в этом 10-летнем периоде взяли на себя обязательство инвестировать в промпарк 3,6 миллиарда рублей. Мы продолжая изучать потребности в рамках повышения конкурентности вот этих сельских промпарков, ну опять-таки мы поняли, что, ну это как поняли, мы гипотеза была, и мы еще раз ее подтвердили, что есть большая потребность в дооснащении инженерно-дорожной инфраструктуры. Очень часто эти промышленные партии созданы на базе каких-то советских предприятий, этих территорий, всегда это уже была такая система, да, и сельхозтехники, сельхозхимия есть в каждом районе, какие-то предприятия, вот там уже какая-то инфраструктура есть, но ее надо, в принципе, не очень большими средствами, но, так назову, апгрейдить, да, улучшить, или киловатт, энергии добавить, или дорожное покрытие улучшить, или там с водооснаживанием, с водоотведением что-то добавить. Вот мы собрали, так назову, хотелки, наверное, да, от 28 промышленных парков, ну и эти хотелки получились на 800 миллионов рублей. Почему я называю хотелки, таким условом, извините, здесь еще нет ПСД, где-то, ну, примерно, так, прикинутая сумма, что вот не хватает того или другого. В этой сумме нет таких запросов на расширение, там, например, на вторую очередь, да, промо-парка, на, или на строительство с нуля промо-парка. Вот в этой сумме нет, это именно дооснащение. Средний чек примерно, ну, я сейчас не сильно прям точно попаду, правильнее 30 миллионов рублей, наверное. Это именно до, поэтому мы называем дооснастительный инженерный вопрос. Мы, кроме того, из этих парков мы должны выбрать те парки, вложение бюджетных средств, которые позволят получить, ну, максимальный эффект. То есть, вот, ну, уже там, например, все есть, но вот электроэнергии по, или мощности не хватает, или там по высокой стороне есть необходимость подключиться. Вот примерно такие вещи. Поэтому нам еще предстоит, нам, в Министерстве экономики, опираясь на ваше мнение, разработать порядок, да, отбора. Ну, и я вот уже назвал, кого мы пригласили, почему мы пригласили именно вас, как носителей определенных знаний, да, носителей определенных компетенций. Потому что, вот я хотел бы уже сейчас перейти на механику этого вопроса. Вот идеология, как-то сказал, если по идеологии мы готовы сейчас что-то порассуждать, или я к механике перейду? Ну, давайте я тогда к механике перейду. Это мастер-план, ну, скажем так, условного промпарка, хотя вот по стрелочке, вот, оказывается, видно, какой это промпарк. Ну, не принципиально. Это не принципиально, какой промпарк. То есть, смотрите, у нас, мы провели некоторые встречи в ГИСУ, мы провели некоторые встречи в Несельхозе. Прежде чем, ну, делиться уже с вами этой механикой. Мы сейчас обсуждаем правительство рефлекторства на выделение, все же, денег, да, на это до оснащения, пока, давайте так называть, на до оснащения. Допустим, пока деньги будут выделены, мы к этому моменту должны подойти с проектно-смертной документацией, мы должны подойти с возможностью перейти на стадию строительства монтажных работ. Вот. Два типовых момента в парках по отношению к земле. Первый – это земля муниципальная, второй – земля частная. Допустим, земля муниципальная, и, допустим, она вся в аренде у управляющей компании. Ну, это один из частых таких случаев. Соответственно, если она в аренде у управляющей компании, то ГИСУ строить на ней ничего не может. Как правило, те, до оснащения инженерной инфраструктуры, это, по-моему, есть слово такое, у строителей, линейные, да, это линейные объекты. Строители помогали, пожалуйста. Линейные объекты, они, как правило, идут вдоль дорог, да, вот тут как на этой схеме, на мастер-клайне показано. То есть, а теперь вот у меня уже вопрос к ПИЗО, к районам, к Минзему. Но если уже тут управляющая компания взяла в аренду, чтобы ГИСУ могло строить, надо вот вымеживать эти дороги, да, как назовут, эти трассы, трассы, что ли, правильно назвать? Вымеживать трассы и договор аренды расторгнуть, чтобы эта земля стала опять муниципальной. Тогда у ГИСУ появляется возможность строить, ну, ГИСУ, не знаю, давайте пока так уж и буду называть. ГИСУ, может быть, это будет дорожная часть, да, да, может, это будет так. У строителей будет, у госстроителей будет возможность строить. Это же правильная гипотеза, да, коллеги, если я что-то неправильно говорю, вы начинаете уже поправлять. Второе, мы сейчас с правительством обсуждаем выделение денег из республиканского бюджета. Но это госоположение, это невозвратное строительство. Мы пока хотим провести тему, ну, как у нас в правительстве же есть ряд программ, где строятся, да, строятся папы, строятся, ну, вот, строят, строят. Мы хотим, чтобы строилась инженерная инфраструктура. Вот одна, еще одна из, кстати, да, включите, кто говорит это, нажимайте на микрофон, потому что у нас в зуме много людей, чтобы тоже слышали. Мы хотим это сделать еще одной программой дополнительной, которая бы называлась, ну, типа, строительство или дооснащение промпарков. Как у нас есть строительство или ремонт школ, строительство или ремонт садиков, ну, и так далее. То есть я поэтому поговорю про ГИСУ или про Двор Транс. Если вот эта земля станет опять муниципальной, у госстроителей, в ГИСУ, например, появляются деньги, ну, нужно к этому моменту, чтобы появилась ПСД, ну, и если к правительству республики обращаться, они спросят все равно, а сколько денег, и ПСД, и так далее. И готовы ли у вас, а где эти земельные участки, ну, и прочее, и прочее. Такую подготовительную работу нам, если мы сейчас алгоритм действия с вами согласуем и его начнем, то подойдем, ну, хорошо бы, сейчас мы сроки определим, ну, например, к мае месяце подойти к тому моменту, что мы можем заявить некую сумму. Со словами, что у нас все готово, поезда есть, земли уже размежеваны, оформлены. Вот первый случай, это когда муниципальная земля варенеть. Второй случай, прям вот этот же парк может быть, где вся земля частная. Здесь, опять у меня вопрос к Минзему и к имущественникам районным. Я так понимаю, есть при согласии собственника понятие дарения, да, или жертвования, вот тут я могу, может быть, не очень правильную юридическую формулу. Есть возможность, если есть желание, вот эти трассы подарить казне. Вот есть такая возможность у участников? Есть такая возможность. Да, микрофончик. Да, добрый день, Захара Аминова, начальник управления землянической собственной мидии. Да, действительно, по договору пожертвования данные земли могут быть приняты на государственную собственность, а также муниципальную. Да, то есть, ну, то есть, юридически это можно сделать, было бы желание, да? Да. Хорошо, мы ответ услышали, спасибо. Ну, и дальше, та же самая схема, если она становится муниципальной, то ПСД и так далее. Разумеется, что-то хотели спросить, да? Ну, вопрос, когда муниципальная собственность, когда в аренде она, зачем ее собственность, она муниципальная, государственная. Зачем ее делать муниципальная или государственная? Нет. как в аренде она не собственность она в аренде но она согласна проекта там уже где сети дороги у нее право собственности не меняется она муниципальный главе муниципально остался тоже коллег молить а вот право пользования меняется сейчас она допустим в аренде у какого-то юрлица до управляющей компании в этом случае гису насколько я понимаю как нам диску не сказали не может бюджетные деньги направить на страсти на земле который в аренде у кого-то она должна быть эта земля в неком праве у гису на время строительства то есть непосредственно каждые ситуация будет рассматриваться отдельно будет рассматриваться выписки из игры посмотрим чья земля и соответственно было правильно отмечено если она просто находится в государственной собственности либо муниципальный просто перед на в аренду то есть у нас просто будут идти непосредственно с теми у кого она в аренде договоренности что на этой земле будет против тех или иных видов значит не обязательно расторгать на эти трассы зависимость какие непосредственно будут договоренности с арендодателями то есть они согласны то будет либо с ними отдельное соглашение либо будут с ним уже расторгаться товара непосредственно каждую ситуацию необходимо будет рассмотреть вот у нас здесь много управляющих компаний присутствует скажите какой если можно не расторгать на эти трассы вымеженные договор аренды не передавать обратно в казну на неких юридических договоров вот эта земля она первоначально сразу делается проект так это когда вот через муниципальные на землю дается в аренду становятся сети есть проект то есть он за насчет государства делается или привлечением денег она как сказать проблема нет там все равно дорога нужна и сеть нужно и поэтому она указана в проекте просто можно дополнительно соглашение что это делается все документации все равно согласуется через казначейство перечень документа земля находится государственная она просто на управление в аренду но это еще упрощает тогда резкие под частниками да там надо будет значит они согласно проекта должны были отмеживать передать в государство а дальнейшей эксплуатации или государство им дает на управление но это за счет дороги используя там еще сети есть вот эти сети они будут государственными он должен будет или выкупать или должен будет защитить эксплуатацию еще обогнали хотел говорить до того момента что как сделать возможным строить госзаказчики муки су например за бюджетные деньги но сейчас проговорили и совершенно верно потом когда построить но на руки сушка что на на один заместный на надо подбор будет имущество и или муниципалитета которые передадут милдиму что и передадут в казну а потом уже или она согласно на управление до селе там аренду да то есть потом казна примет решение что делать но в принципе алгоритм вроде бы понятный мы конечно мы еще вот все-таки с арендованной землей, нам в ГИСУ, у нее Заравильевича зам, 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 муртазина, по-моему, да? Она нам все-таки сказала, что если даже она в аренде, муниципальной в аренде, то надо, чтобы она была, эта земля передана ГИСУ на каком-то праве, чтобы можно было строить. Я на этом основывался. Минезема, подскажите, пожалуйста. Да, мы обременяли и делали. Они имели в виду или договор безвозмездного пользования на 11 месяцев без регистрации, или ПДП. ПДП как? Постоянно безвозмездное пользование, извините. Ну, то есть, если она уже в аренде у кого-то, значит, можно сделать это ПДП, и она же два вида пользования земли не может быть одновременно у разных регионов лиц. Надо, наверное, одно прекратить и второе начать. Ну, точно не может, да. Нужно в любом случае, по каждому случаю разбираться. У нас есть также сервитут, у нас есть также 1300, то есть, в любом случае, нужно смотреть документы. Непосредственно договор аренды, как он оформлялся, в каких условиях. То есть, нужно смотреть документы. Ну, хорошо. Но в любом случае... Дополнительно можно в договоре аренды, значит, этот пункт отметить. Указать, да? Да, указать, что при... Самое главное, коллеги, что мы понимаем, что это выполнимая работа, да? При воле всех стран. Ну, она делается сегодня так. И вот сегодня у нас, допустим, площадка-то делается за счет федеральных денег, было сделано, и за счет республиканского и привлеченных. Так, согласно проекту сельского значительства, ГИСУ его принимал. Земля-то, она уже в аренде была. ГИСУ-то его активизировали. В аренде у правящей компании, да? Да. Тогда это еще одно подтверждение, что это путь выполнен. Вот некий алгоритм... Здесь, конечно, мы очень такие сроки поставили. Как это правильно слово? Абициозные, что ли? Вот, наверное, из этих пяти пунктов мы хотели бы план действий сделать. Первое, это... А у нас, кстати, вот это слайд для участников в Zoom видны же, да? Кто-то из Zoom, скажите, да? Вижу, не вижу. Да, вижу. Все, спасибо. Первое, это решение на уровне собственников и муниципальное образование о возможности передачи муниципальных и земельных участков, да? Ну, то есть, собственник захочет или не захочет, да? На которых предполагать строительство. Ну, допустим, идеально в январе бы и решить этот вопрос. Более-менее у нас уже вот эта воронка сужается. Мы на одном слайде, я уже показал, там 28, да, у нас промышленных парков, которые изъявили желание, что им необходимо по-труктуру. Вторым пунктом, ну, защита проекта, я это, как бы, беру, как по аналогии Минэкономразвития России, в проекте же мы ездили, и Россия, наверное, с нами тоже ездила, да, когда защищались, ну, с Кудусовым тоже, что мы ездили, на 100 раз. Примерно такая защита, это по принципу наличия потенциальных резидентов, ну, в общем, по эффективности вложения бюджетных денег. Соответственно, вот этот отбор, третий пункт, провести в январе. Вот дальше вопрос. Разработка ПСД. Есть, ну, как бы, понятие в софинансировании, и вот это сейчас понятие, как бы, в кавычках, это не Минфиновское понятие софинансирования, а в кавычках, что ПСД, да, либо за счет средств муниципальных образований, но, как правило, это в муниципальных образований денег не бывает, за счет, на эти цели, за счет собственников промышленных парков. Если это частные, то есть ПСД, опять-таки, есть примерно и понятие, что это около 10% подстоимости работ коллеги с области строительства. Ну, плюс-минус, поменьше. Это, соответственно, вклад собственника или муниципалитета, или совместное решение этого вопроса. Если ПСД в течение первого квартала можно сделать, вот за сколько времени можно сделать ПСД? Нет, я знаю, но я специально знаю, что вы, скорее всего, это все зададите. Я так говорил вначале, что это дооснащение, да, это пока не о второй очереди, там не о новом парке речь идет. Ну, допустим, первый квартал, и тогда бы мы могли в правительство обращаться в зависимости от доходной части бюджета, обсуждать вопрос по выделению денег. Тогда можно было бы в этот строительный сезон уместиться по стройке. Если же этот вопрос по разным причинам уходит на осень, вот здесь мне мнение финансистов нужно, ну, то есть ПСД делается в этом году, на осень уходит, строительный сезон упущен, строительный сезон 22-го года. Мы бы, например, определив ГРБС Минстрой, попросили бы передать деньги Минстрой в 22-м году передает деньги в ГБУ, именно бюджетное учреждение, для его названия сейчас, ГБУ Главстрой, ГБУ Главстрой в 22-м году расторговывается, и так как он ГБУ, именно бюджетное учреждение, у него средства на те же цели можно сохранить на 23-й год, на следующий бюджетный год, и в 23-м году строительный сезон начинает строить. Вот по этой второй части, если мы в 22-м году не успеваем переход на 23-й, вот этот алгоритм, который я сейчас озвучил, он правильный, неправильный? Да, совершенно верно. Если денежные средства по разработанной ПСД, полученной заключением экспертизы, выделяются денежные средства в 22-м году, мы заключаем государственный контракт непосредственно на строительном монтажной работе. В случае, если средство идет через ГБУ Главстрой РТ, заключается переходящий контракт на следующий год, финансирование автоматически переходит. Но важно расторговаться в 22-м году и госконтрактить в 22-м году? Все верно. Подтверждайте.